В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Одессе состоялась самая позорная за всю историю независимости нашего государства сессия Горсовета. Депутаты во главе с городским головой Геннадием Трухановым вновь показали, кто их настоящий хозяин. Избирательная кампания только началась, а комитет избирателей Украины уже зафиксировал массу нарушений. Одесса и Одесская область находятся на третьем месте в Украине по уровню опасности работы журналистов. Накануне сессии городского совета перед мэрией прошел митинг. Одесситы пришли с двумя основными требованиями. Признать Россию страной агрессором и прекратить незаконные стройки. Однако даже надежды на то, что депутаты прислушаются к их мнению, у людей нет. Подробности в сюжете. Из-за скандального проекта решения о признании России страной агрессором прошлая сессия не состоялась в принципе. На этот раз его просто не внесли в повестку дня. Это вполне ожидаемый итог, говорят общественные активисты. Моё личное требование самое главное, чтобы в Одессе никогда не было больше такого позорного классовета. Беспринципность, ворватость, вот эта коррупционность, она просто зашкаливает за все уже пределы. Когда отменяют сессии, когда страна в крови, они молчат. На площади перед мэрией проходило одновременно несколько митингов. Один из них против незаконной застройки в историческом центре. Организатор пикета – общественная организация «Сведоми». В частности, Одесситы протестуют против стройки в границах французский бульвар, отрадная, ясная, переулы Казарова-Белинского. Стройка, если начнется, ну значит это будет шестая незаконная стройка в историческом ареале центральной города Одессы. Пять из них уже в большей или меньшей степени в судах, в которых участвует Министерство культуры и не только общественность. Мы хотим, как бы, призвать депутатов, все-таки оказаться патриотами города, как говорится, патриотами своего кармана. Это их вина в том, что происходит в городе. Я имею в виду, сам город серый, грязный, и только вот эти какие-то кромпления ненужные, высоты к центру, каких-то зданий, каких-то настроек крыш. Известно, что против этого строительства уже выступило Министерство культуры и Одесская областная государственная администрация. Алия Замчинская, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Всплоченное Трухановым сепаратистское большинство Одесского городского совета на сегодняшней сессии в очередной раз отказалось признать Россию агрессором. Представители одесских и общеукраинских СМИ задаются вопросом, а что бы произошло, если бы в повестку дня сессии был бы внесен вопрос о признании России освободителям Крыма, Донбасса и всей Украины. Открыто журналисты и эксперты обсуждают вопрос, сколько в долларовом эквиваленте может стоить предательство городских депутатов, слепота государственных органов и во что эти грязные игры обойдутся в конце концов Одессе и всей стране. Это была самая позорная сессия, наверное, за все время независимой Украины в целом и за все время существования депутатского корпуса 6-го созыва в частности. И сами депутаты и городской голова Геннадий Труханов, кажется, показали все, на что они способны. А способны они, как, впрочем, и следовало ожидать лишь на дерибан земли в выдающихся размерах, да лоббировать свои собственные, личные интересы, местами переходящие в настоящие аферы. Так, ничтоже сумняшись, наш депутатский корпус с легкой руки члена партии, доверяя делам Павла Вугельмана, взял и отдал в концессию Одесгорсвет, состоящего из электросетей, внешнего освещения и трансформаторных подстанций. То есть теперь наружное освещение всего города переходит в чьи-то частные руки. По какому праву депутаты и городской голова лишили нас того, что должно принадлежать исключительно громаде? И если раньше властям то, как паршиво освещены одесские улицы, было просто до лампочки, то теперь проблема освещения до лампочки вполне себе официальна. А еще наши депутаты торопливы, чтобы успеть до выборов, уже никого и ничего не стесняясь, наскоро порешали насущные для них депутатов вопросы. Проект решения передачи земли в частные руки неким явно подставным гражданам, организациям и фирмам, принимались не просто без обсуждения, а прямо блоками, то есть с копом. Еще при обсуждении повестки дня депутаты проявили небывалую активность, нося с голоса поправки и предложения. И что самое интересное, все это принималось и одобрялось с небывалым добродушием, остальными коллегами по корпусу. В этот момент пришедшие на заседание активисты ждали, когда же наконец будет внесен повестку дня самый, подчеркиваем, самый важный вопрос о признании России странным агрессором. Напомним, этот вопрос должен был рассматриваться депутатами на предыдущей сессии в конце августа. Однако наш трусливый депутатский корпус во главе со своим таким же трусливым хозяином, Геннадием Трухановым, ту сессию попросту саботировали. На этой вроде был уже и депутатский кворум, и сам голова, однако вопрос о признании России агрессором вновь оказался провален. Не выдержав, активисты с криками «Ганьба» и «Труханова на свалку» прорвались в сессионный зал. В рукавах у них были мусорные пакеты. Одного из активистов, Сергея Гуцелюка, тут же окружили несколько весьма крепких ребят в штатском. Они схватили активиста и буквально потащили того к выходу. До места, где выседал голова его правая рука Олег Брында, к активистам добраться не удалось. Но кое-кто из соратников мэра все-таки не избежал мусорного кулька. Депутату Роденцу Козарновскому пришлось на себя мусорный пакет все-таки примерить. На помощь трусливо поджавшим хвост депутатам подтянулись парни в штатском, судя по бэджикам, и с департаментом муниципальной безопасности. Примерно по пять безопасностей на каждого активиста. Пока крепкие ребята боролись с активистами-мужчинами, одна из слабых женщин, Алина Подолянко, неслабо сразилась с родственцами-сепаратистами. Впрочем, и здесь нашлось, кому отпихнуть женщину от депутатов, как бы мужчин. Справиться с остальными было сложнее, но муниципальная орда навалилась скопом. А вы тюрли, что вы тюрли! Что, бля? Что вам нравится? Тихо, тихо, тихо! Эй, 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 руки! Руки убрали! Руки без рук! Руки уберите, не распускайте, ребят! Никто не распускает! Никто не распускает последние слова, которые услышал Владислав Болинский, когда его силой волокли по закрытому уже от прессы коридору власти. И уже там, за дверями, несколько человек, по словам активиста, принялись бить его ногами. Сергея повели вперед там несколько человек, а пять человек из охраны, порядка пяти-шести человек, которые выводили меня, они просто скрутили руки, держали, повалили на пол, и двое держали, а двое реально избивали в живот, по почкам. К слову, как сообщает интернет-издание «Новый регион», вопрос о признании России страну-агрессором должен был вносить депутат Виктор Нумчак, который входит в пропрезидентскую депутатскую группу за Европейскую Одессу. Ее контролирует народный депутат от блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Однако в последний момент Нумчак внес вопрос о создании депутатской комиссии, которая должна разобраться с проблемами скверя Шклерука. Его включить в повестку дня, превращать такой серьезный вопрос в цирк, мне не хотелось бы. В результате получился действительно даже не цирк. Тут, как говорится, цирк уехал, клоуны остались. И назвать всю эту сплоченную в едином фракционном порыве ГОП компанию и компанию по-другому назвать невозможно. Многие главы фракции и депутатских групп говорили о том, что на сегодняшний момент нормализовалась ситуация на Востоке. Больше 10 дней там никаких боевых действий не ведется. 12 числа состоится заседание министров иностранных дел. Потом вроде бы президент должен встретиться с президентом Путиным и канцлером Германии и Франции. В общем, многие ссылаются на то, что успокоилась ситуация и не нужно ее ворошить. Между тем, одесские активисты уверены, сам Наумчак просто отказался от вопроса признания России агрессором в обмен на сквер Шклерука, где у него есть свои интересы. Ничего удивительного. Мы помним, что Наумчак – это представитель партии регионов, который в свое время голосовал, чтобы Янукович кроваво разогнал Майдан. Мы помним этих людей. Вот недавно мы опубликовали список всех, кто голосовал за. И ничего удивительного. Меня удивляет другое, что команда президента включает таких людей в свой список. Понимаете, я хочу сказать, что сущность их не меняется. Вот он сегодня продемонстрировал, что вопрос своей хатынки на 9-й станции в сквере Шклерука, которая в свое время он тоже оттяпал от зеленой зоны, он поменял на вопрос государства Украины, независимости и так далее. Вот это цена вопроса. То есть эти люди продадут все и вся. Понимаете, любому, кто им больше заплатит. И, к сожалению, вот эта непереборчивость БПП, я не знаю, кто формирует списки, кто подает президенту эту информацию, но вот эта непереборчивость и приглашать в списки кого попало, вот это заканчивается такими вещами. Вот это наш горсовет и его цена. Знаете, больше всего угнетает тот факт, что акт публичного предательства интересов Украины в Одессе был совершен от имени Петра Порошенко и его формальными соратниками. Это они, крашенные и перекрашенные ни к чем, ищущие в политике лишь преференции для своего бизнеса, уже решили от имени главнокомандующего судьбу войны и статуса участвующих в ней сторон. Знает ли об этом президент? Хотя, впрочем, так ли уж это важно, если об этом знает вся Одесса. Алена Фомич, Евгений Вайтанко, телекомпания «Круг». Субтитры создавал DimaTorzok